Для одних спорт – это занятие, необходимое для поддержания здоровья. Для болельщиков – яркие эмоции и приятный отдых. А вот для профессионалов – это вечное противостояние с соперниками в желании доказать, что ты лучший. Об успехах ямальских спортсменов расскажем в нашем обзоре. Новый сезон волейбольного чемпионата России «Новорингойский факел» начал с поражения. Наши уступили победу казанскому «Зениту». Игра получилась равной, чему подтверждение итоговый счет. Четыре из пяти партий закончились с отрывом в два очка. Итоговая пятая партия завершилась на тайбрейке. 15-13 в пользу хозяев. Самым результативным в составе «Факела» стал Максим Жигалов, набравший 21 очко. Следующий матч «Факел» проведет на своей площадке 4 октября. Соперником будет «Динамо» из Ленинградской области. Дмитрий Павин из Нового Уренгоя завоевал бронзовые медали на Кубке России по армрестлингу в Севастополе. Несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, состязания смогли объединить борцов из 23 регионов страны. Чемпион России 2015 года по армспорту Дмитрий Павин уступил в полуфинале Кубка. Но третье место сопернику не отдал. Нового Уренгоя и спортсмены успешно выступили на Спартакяде, учащихся Ямала. В соревнованиях по дзюдо первое место заняла Алена Сазонова. Две бронзы в своих категориях завоевали Сергей Чистяков и Елизавета Такмакова. На Спартакяде были заявлены 23 дисциплины. На чемпионате и первенстве ИНАУ успешно выступили новоарингойские пловцы. Они завоевали 5 золотых, 10 серебряных, 6 бронзовых медалей в личном зачете. А юноши победили в эстафете вольным стилем 4 по 100. Кирилл Пермяков, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.